мотивация и огромные просто неописуемые красоты этого города ребята все для вас сейчас прошу вас присоединяйтесь обязательно подписывайтесь если вы этого не сделали меня зовут алексей ворон и автор ведущий диетолог уже много лет работаю в рамках курса pg марафон и стараюсь каждый день делиться с вами секретами здоровья ребята и мы с вами призываем всех и каждого шагать шагатель еще раз шагать старайтесь сделать как можно больше активности кардио старайтесь делать движуху каждый день ребята чтобы она была с вами как минимум 10 тысяч шагов это обязательное абсолютное условие здоровья и обязательное условие здоровья которое знаете как non-negotiable то есть вообще в принципе как бы даже не обсуждается то есть обязательно нужно стараться делать эти шаги обязательно нужно стараться делать это значит активная опа мы сейчас возьмем еще второй телефон на всякий случай значит активная ребята мы стараемся делать с вами каждый день количество времени ну хотя бы там час-полтора чтобы у вас получилось провести в состоянии на двух ногах да то есть когда вы бегаете прыгаете когда вы тренируетесь когда вы шагаете когда вы тратите ваши калории старайтесь пожалуйста расходовать это крайне важно и я вместе с вами стараюсь естественно расходовать я вместе с вами стараюсь естественно каждый день быть частью кардио и вот сейчас с вами потренируюсь сделаем с вами час по карлу мосту сделаем с вами сейчас проверим если у нас смотрите тесла закрылась значит очень удобная функция с телефона можно все проверить сделаем сейчас вами кардио по карлу мосту по центру Праги, и потом мы закончим, когда кардиоэфир, мы, конечно же, поедем, ну, я не буду уже вас брать в прямом эфире с собой, но пойду в зал. Сегодня будет тренировка ног очень сильная, и я должен выложиться все, естественно, на ПГ-протоколе. Значит, смотрите, у нас с вами сейчас начинается наша пешеходная экскурсия с это, значит, Малостранская площадь, и здесь вот, посмотрите, какая красота просто. Сейчас попробуем даже с вами зайти в костел, и постараемся позаходить в ресторан, и посмотреть в меню, что где дают, что где можно выбрать, что можно покушать, чтобы вам тоже было интересно, потому что хочется с максимальной пользой, ребята. Значит так, пишите ваши вопросы, и у нас сегодня заглавная тема – это продукты, которые идут в отрицательную калорийность, и на самом деле есть ли продукты, которые идут в отрицательную калорийность? Нет. Есть продукты, которые идут в минимальном соотношении, пропорции, да, то есть это супер низкая гликемия, и это минимальное количество, например, там безумно богатые клетчаткой продукты, типа там зеленолинственных, или там брокколи, всякая разная зеленая, вот эта вот капуста есть цветная, из которой, кстати, мы делаем классное пюре. Да, с цветной капустой у нас есть рецепт, очень прикольный. И на самом деле вам особо и не нужна там отрицательная калорийность, то есть фишка какая? Когда спрашивают, есть ли продукты, которые ты можешь есть сколько хочешь, и типа, чтобы оно там не шло в жир, а какой смысл в этом, да? То есть тут же задача не то, что есть сколько хочешь, а есть, чтобы было полезно и достаточно, да? То есть можно как бы жевать кожаный ремень и типа не получать из него калории, но какой смысл в этом, если ты должен получать белок, получать жиры и получать клетчатку? Есть калории реально, которые приходят, ну вот если ты, вот реально, вот попробуй съесть полкило мяса, да? То есть фишка тут какая? То есть ты не переешь и вот лежит у тебя кусок на полкилограмма мяса, ты не переешь, это невозможно. Это просто невозможно переесть мясом. Вот если у тебя полкилограммовый кусок стейка лежит, ты никогда в жизни и не съешь его, ну я могу съесть полкило, но это будет там 1250 калорий. А ну давайте сейчас попробуем зайти, ребята, по достопримечательностям. И насыщение приходит до переедания, это важно. Если есть углеводистая составляющая, то однозначно, ну смотрите, какая красота. Ух ты, ничего себе, прям вообще красиво, красиво, вообще вау, очень круто. Не будем с вами надоедать людям. И он, кстати, смотрите, пражский замок, отсюда видно, ребята, просто красота. Смотрите, какая красота. Просто прям все отсюда. Мы с вами, наверное, следующий прямой эфир будем делать там, наверху. Здесь получается, если наверх подняться отсюда, значит, вон туда, в пражский замок, там идет пражский вот этот замковый комплекс, который мы с вами обязательно посетим еще. И завтра, наверное, постараемся сделать оттуда пешеходный кардиоэфир. Сегодня задача сделать пешеходный кардиоэфир через Карлов мост, который отсюда недалеко находится, и показать вам все, как красота. Так вот смотрите, фишка какая. Нет никакого смысла искать типа калорийно-нейтральные продукты. Ну, вода, например, калорийно-нейтральный продукт. Но ведь смысл, да, какой? Получать пользу от каждого грамма съеденного, от каждого там литра выпитого, получать пользу. И ваша задача с каждым там укусом от продуктов, которые вы получаете с вашим приемом пищи, получать максимум пользы. Понимаете, какая штука? И польза, она должна быть безусловная. То есть вот это вот история с низкой гликемией. Боже, какая красивая Прага. Просто, ребята, я очень надеюсь, что вам нравятся наши пешеходные эфиры. Пожалуйста, ставьте палец наверх и обязательно подписывайтесь. Сейчас мы с вами выйдем, наверное, на одно из самых красивых мест, в принципе, на планете, из всех городов. Прага – это невероятная красота. Очень стараемся для вас делать каждый день, чтобы было интересно и чтобы было максимально познавательно. И вот так, если ты составляешь меню, вот смотрите, я вам сейчас расскажу, например, мое меню за последнюю неделю, наверное, где-то так вот оно идет. Что я... Причем, кстати, половину времени я ел в ресторанах, а половину времени я ел дома. Дома, что я делаю, только делал для вас видео сейчас. Разбор своего меню получается с продуктовой корзиной, со всей истории. То есть там был рибай-стейк, и там были салаты. Все было очень просто. А вот сегодня, получается, смотрите, сейчас я вам разверну камеру. Сегодня, получается, был у нас ресторан. И сегодня у нас ресторан был, где я заказал двойную порцию куриного карри. То есть там соус такой, да, индийский прикольный. Рис попросил, чтобы не приносили карри куриный. Двойную порцию. В одной порции, получается, 200 грамм курицы выходит. Так, смотрите, ребята, один из самых красивых видов. В принципе, смотрите, разворачиваю камеру. Это вообще как? Это вообще как? Вообще можно это описать словами. Посмотрите на эту красоту. Просто нереально. Сейчас отойдем чуть-чуть назад. Посмотрите на это. Просто это вот Прага. Просто невероятно. Так вот, 400 грамм курицы. Еще доел у дочери за ней из вот этого куриного карри. Рис не брал. И оно было с зеленой фасолью. И дополнительно еще взял салатик. Где-то 300 грамм там получилось. Типа с фетой такой, типа греческого салата. И вот такое вот меню. То есть оно получается абсолютно прекрасно, абсолютно замечательно. Очень низкий гликемический индекс. И замечательно. И переесть этим невозможно. То есть я там съел сейчас за, смотрите, 400, ну где-то грамм 500 курицы в салат. То есть это дало мне там 125 грамм белка. И реально я и не переел, наелся на целый день. И вопрос теперь, а где взять продукты, которые не идут там, ну нет, калорийный минус? Ну бессмысленно, потому что тебе не нужен минус. Ты и так наедаешься. Так, мы с вами идем. Смотрите, тут такое количество. Смотрите, сзади у нас малостранская площадь. А впереди, переворачиваю камеру, смотрите, мы идем с вами. У нас здесь идет вон там. Нереально красота. Мы двигаемся с вами в сторону Карлового моста. И мы сейчас постараемся с этим Карловым мостом чуть-чуть обойти его снизу. Я вам покажу самую красивую детскую площадку, наверное, в принципе. Она находится у подножья Карлового моста. И просто я не знаю, видно вам или не видно вам количество туристов. Но это нечто. Это суббота, середина дня. Сейчас, смотрите, у меня... Сейчас я сделаю вот так вот и покажу вам. Смотрите, ровно 4 часа дня, суббота. Кстати, смотрите, 10 тысяч шагов уже практически собрал. Но будет еще тренировка ног. Ну ладно, давайте сейчас будем брать ваши вопросы. Я, конечно, вас попрошу, мои драгоценные чемпионы, как всегда, подписаться. Смотрите, какая тут у нас история. Тут у нас что? Мороженка дают. И здесь вот эти вот рогалики такие, фаршированные мороженым. Мы, конечно, проходим мимо. Это все дичи, ребята. Я вас приглашаю подписываться. Обязательно ставить большой палец наверх. И, конечно же, жду вас в нашем ПГ-марафоне, который стартует 10 ноября. Если ваше тело, здоровье в абсолют возведено, мы ждем вас на 10 ноября. Я возьму 50 человек. У нас половину мест уже занято. И, слава богу, у вас смотрит нас YouTube плюс Instagram. Боже, 5,8 миллиона человек. Я лично веду 50 человек каждый месяц. Это лишь малая доля. А всех, кто нас смотрит, прошу вас, ребята, смотрите видео, которое называется «Ваше домашнее задание. Ваша инструкция по самосовершенствованию». Значит, смотрите, пожалуйста, ребята, видео, которое называется «Алексей Ворон. Интервальное голодание для чайников». В YouTube напишите запрос этот и смотрите. А мы с вами потихонечку, смотрите, сзади подходим. У нас идет, значит, вон там Малостранская площадь. А впереди я разворачиваю. Вот так вот мы идем. И вот у нас с вами вход на Карлов мост идет. Количество людей, я не знаю, вам, наверное, не знаю, насколько хорошо видно, не видно. Я максимально стараюсь не дергать камеры. Некоторые особо одаренные люди думают, что я снимаю на какую-то помойку. Ребята, 15 Pro Max iPhone, не 16 Pro Max, а 15 Pro Max на терабайт. Новее только 16 Pro Max. Есть и стабилизация, и все. YouTube просто по-дурацки потом показывает нам. Он отключает YouTube стабилизацию, и iPhone не стабилизирует самостоятельно. Стабилизирует YouTube. Он делает очень плохую работу в виде стабилизации. Поэтому оно, особенно когда в записи смотришь, немножечко дергается. Я стараюсь максимально не дергать руками. Ну, вот так вот техника работает. Так, мы с вами обходим Карлов мост с этой стороны. И сейчас будем брать ваши вопросы. Давайте. Да, людей очень много. Смотрите, мы сейчас с вами свернем вот так вот. Вот это вот в Хорд, в Карлов мост идет. Мы сейчас с вами пойдем вокруг него. И я постараюсь взять уже сразу ваши вопросы. Так, поехали дальше. Значит, поехали. Значит, кормила кота. Значит, так, что-то там везде. Брусчатка. Да, брусчатка везде, она еще больше меня шатает. Я специально на эфир. С вами, ребята, одел беговые кроссовки с супермягкой подошвой, чтобы меньше вам, значит, двигать. Так, поехали дальше. Будем сейчас брать ваши вопросы. Людей очень много, ребята. Пишите вопросы, будем разбираться. Значит, цикорий. Да, но кофе полезнее. Да, цикорий растворяется у вас полностью. И поэтому вы старайтесь без цикория, пожалуйста, там есть калории. Так, спускаемся вниз и работаем над вашими вопросами. Спортивные бады можно на грудном? Карнитин, глютамин? Да, без проблем. Смотрите, в чем фишка спортивных бадов. У вас есть, я только сегодня делал вам отдельный ролик, выкладывал. Смотрите, каждый квадратный сантиметр какая-то красота. Каждый квадратный сантиметр какая-то просто прелесть. Значит, со спортивными историями у вас такая тема. Кретин, глютамин, протеин, без проблем. Предтреники, пожалуйста, не берите. Предтреники это особенно на грудном. И вы спать не будете, и ребенок спать не будет. Ну, бессмысленно. Тем более, вы можете лучше взять кофе. Это будет намного проще. Вот смотрите, вот это локал. Это вот супер популярная чешская кухня. Ресторан чешской кухни. Локал. И здесь огромное количество всегда людей. Просто назвать это колоритом, просто ничего не сказать. Смотрите, вот это вот культура такая вот чешская. На улице мы стоим, пьем пиво. И, ну, это тема, на самом деле. Вот смотрите, какая штука, как красиво. С этой стороны ребята все выпивают пиво, а с этой стороны у вас вид на одну из башен на основании Карлового моста. Просто офигенно, шикарно, круто. Да, мы с вами не пьем пивас, но здесь можно было бы поставить, выпить кофеечек. Видите, на подоконниках. Тема такая. Все пьют пиво на подоконниках. Ух ты, собак какая. Собакин. Собака-барабака. Давайте берем ваши вопросы дальше. Так, значит, в Вильмсе. Ребята, все, кто из своих там стран всегда пишет, значит, все там похожи на одно, похожи на другое. Кстати, мы с вами, смотрите, подошли к галереи какой-то. Видите, как красиво здесь. И вот такая прикольная картина выглядит. Видите, Карлов мост. Дальше Пражские мосты, трамвай. И вот там вообще как красиво. Это все такая пражская тематика. Вообще офигенно круто. Очень симпатично. Для туристов это просто кайф. Смотрите, так идешь. Опа, такая картинная галерея. Очень красиво. Мы с вами идем дальше, берем вопросы. Добрый день. Экскурсия. Да, экскурсии стараемся делать каждую неделю и параллельно с этим разбирать ваши вопросы. Значит, биотин, седину на бороде, если она уже есть. Значит, вы берете биотин в объеме 20 000. Ух ты, еще один. Вход, переулок и кафе. Здесь у нас, смотрите, библиотека. Ух ты, класс. Бесплатные книги можно почитать. Вообще прикольно. И здесь кафе такое внутри. О, как красиво. Смотрите, прикольно как. Нафигеть. Супер. Ребята сидят, пьют кофе. Печатная машинка. И здесь офигенный антураж. Биотин поможет вам с сединой. Его нужно пить долго. И если у вас вес больше 70 килограмм, то и 30 000 единиц биотина можно. А у мужчины, если на бороде, то берите, если вы весите там больше 100, то берите и 40 000. 70-100 килограмм. Это адекватный, в принципе, скажем, 70-100 килограмм. Это адекватный вес на дозировку в 30 000 единиц биотина. Так. Детские пюрешки в составе нет сахара. У них, смотрите, какая штука вам. Кажется, что там нет сахара внутри. В чем проблема? Сделать эту пюрешку самостоятельно. То есть вот мы возьмем с вами сейчас такой вот, да, такой вот формат. Вот смотрите, первый формат. Это вот вы берете, например, как я делал дочерям своим всем и сыну пюрешки. Ты берешь блендер, ты берешь банан спелый, и ты берешь этот спелый банан, вместе с этим спелым авокадо, перебиваешь, и у тебя получается все шикарно. То есть у тебя витамины, минералы все сохраняются, у тебя качественные, хорошие жиры, и все. То есть не проблема вообще никакая. Нет у вас блендера? Перетрите на мелкую терку и давайте ребенку. Вы понимаете, когда вы покупаете эти пюрешки, это вам удобно, и оно красиво, но там же ж пастеризованное оно все. И вы хотели получить как бы пользу, номинально там написано, что там какие-то есть витамины, минералы, но на самом деле там толком ничего не осталось живого. Синтетические там какие-то добавленные там С в виде аскорбиновой кислоты. Смотрите, пражская Венеция у нас с вами. Лодочка погнала. Сейчас канал покажу. Синтетические, да, есть, но по сути особого смысла как бы в них нет. Перебейте настоящий нормальный фрукт для ребенка и получите всю пользу. Это же просто. Боже, ребята, посмотрите на эту красоту. Вот если тебе казалось, что как бы красивее быть вообще в принципе уже ничего не может. И вот так старая архитектура и вся эта история с Карловым мостом, когда на, вот тебе, еще тебе, вот так вот. Вот так вот. Не ждали? Не ждали? Вот вам. Значит, всегда перебивайте, делайте такой смузи и намного полезнее. Так, здравствуйте. Значит, берем дальше вопросы. Как дается чешский язык у младшей дочери в садике? Да, прекрасно. Болтает как просто нормальная. Лиску заходит. Буня тоже уже в первом классе. Все же на чешском, понимаете. Максик просто и меня уже поправляет половину времени. Хорошо. Нормально. Они здесь родились. И у них все хорошо с языком. Так, обходим Карлов мост и идем на самую красивую детскую площадку. Так, ребята, спускаемся вниз с чата и берем сейчас ваши вопросы. Пишите, пожалуйста, и обязательно подписывайтесь. Знаете, что может быть красивее? Это вот Карлов мост, а дальше у тебя вот здесь стоит просто так. Феррари Рома и вместе. Вот Феррари припаркованная и вот Карлов мост. Что тебе еще надо, да, для красоты? Вот оно все здесь. Значит, творог 9%. Как белок казеин. Накета норм. Как десерт с ягодами, конечно. Творог это обалденная штука. И 9%, 10, 12. Все, что выше там. Ну, обезжиренные просто не берите. Чтобы вы и наелись, и поели, да, одновременно. Вот смотрите, мы с вами сейчас заходим на детскую площадку. Очень красиво. Очень, 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 очень nice. То есть, творог у вас идет в сырники. Творог у вас может идти в любые там с ягодами десерты. Вы можете его подсластить эритритолом. Вы можете разные форматы с творогом творить, которые просто супер-лайк. Я творог регулярно абсолютно ем в виде кето-сырников. И у нас есть много рецептов в Телеграме. Очень, очень, очень хороший продукт. Вот, полностью поддерживаю. И да, этот казеиновый белок, он очень долгоиграющий. Казеиновый белок, он очень хорошо дает тебе аминокислоты длительное время. О, боже мой. Как это описать словами, просто непонятно. Значит, вон там, смотрите, находится кафетерий. Вон там, на той стороне, на лодочке. Называется Марина. Мы регулярно туда ходим, и вид сюда, на Карлов мост, получается. Очень симпатичненько выходит. Так, значит, с гречкой. Значит, с гречкой мимо. По одной простой причине. С гречкой мимо, потому что это, да, белок, да, какие-то там у вас, в кавычках, сложные углеводы. Понимаете, какая штука? Для каких целей вы ее используете? То есть, я очень хочу, чтобы у вас была следующая закономерность с вашей гречкой. Или там, с любыми калориями, которые вы преследуете. Вот смотрите, какая штука. У вас в день есть какое-то количество калорий, которые вам разрешены. Ну, там, полторы, две, две с половиной. Смотря какие цели между нами, девочками, так сказать, да, мы последуем. И вот смотря какие цели вы преследуете. Если мы возьмем там 2000 калорий. И вы там, например, занимаетесь. Вы там кушаете правильно. Стараетесь, чтобы у вас не только фигура была красивая, но чтобы там здоровье, атрофию, все эти моменты там, да. Все это мы с вами тормозим. Смотрите, где мы сейчас находимся. Под Карловым мостом. Под пролетом. Ребята, вы просто представьте, сколько сотен и сотен и сотен лет вот этим вот постройкам, где я сейчас с вами нахожусь. Неописуемая абсолютно красота. Сейчас подойдем, постараемся к берегу ближе. И вот когда вы отталкиваетесь, вот понимаете, главная фишка того, что я хочу, чтобы у вас было в голове всегда, когда вы составляете ваше меню. Главная фишка – это то, что каждая калория на счету. И для того, чтобы было здоровое тело, для того, чтобы ваш организм строил из достаточного количества аминокислот, задача какая? Максимально азартно подходить к каждой калории, которую вы в свой организм, в свой рот сунете. К каждой калории. Понимаете, какая штука? И каждая калория, если она у тебя на счету, то каждая калория, которую ты съедаешь, будет давать тебе возможность получить все аминокислоты, правильные жиры, клетчатку, витамины, минералы, для иммунной системы, для всего-всего, что тебе необходимо. Посмотрите на эту красоту, ребята. Мне кажется, у нас с вами самые красивые прямые эфиры, в принципе, наверное, из всех каналов существующих. И уж точно из всех каналов, которые посвящены здоровью, я более чем в этом уверен. Живое общение в этой красоте просто средневековой архитектуры написать словами невозможно. Мы с вами сейчас подниматься на наш мост. И вот смотрите, какая штука. Когда у тебя каждая сотня калорий на счету, когда у тебя каждая сотня калорий имеет значение, и каждая сотня калорий азартно выбирается, то тогда у тебя, соответственно, отпадает, в принципе, мысль о том, что там, например, из гречки или риса, или еще какую-то историю. Ну, то есть, смотрите, какая штука. Вот вы, например, зарабатываете там 2000 долларов в месяц. Это вот мы с вами условно приравняем к вашим 2000 калорий. И вы их все тратите, эти 2000 долларов и ваши 2000 калорий. И вот история такая. Хотите ли вы их тратить на помойку какую-то, покупать там всякие посылки с каких-то китайских сайтов, и реально низкокачественные продукты есть. Да, вот вы там накупили какой-то чепухи китайской с этих сайтов, и на еду у вас остается там треть или даже какая-то четверть под подъем на Карлов мост. И вы такие, о, я купил себе там календарик, я купил какие-то там светящиеся шарики, покупаю еще какую-то херню себе, да, за там большую часть своих денег, которые я зарабатываю. И у меня осталось 500 баксов из двушки, которые я заработал. И теперь задача обеспечить себя, ну, это 2000, ну, эти 500 калорий, которые остались, задача обеспечить себя едой на целый месяц. И у вас ничего не остается, как только есть дешевую пищу, да, какие-то там дешевые калории, некачественные. Потому что вы 1500 долларов из ваших 2000 потратили на херню, а 500 долларов у вас остались на еду, и вот теперь вы должны как-то выкручиваться. Вот то же самое, когда у меня спрашивают, а можно там гречку, рис или там еще какую-то херню? Ну, вопрос, ну, зачем вы тратите свой дневной калораж на то, что не делает вас здоровее, и пытаетесь его каким-то форматом защищать, этот дневной калораж? Типа вкусно или еще какая-то история, когда это не делает тебя, в принципе, здоровее. Еще раз. Это не делает тебя лучшей версией себя. Да, это потраченные 1500 долларов из твоих зарплаты в двушку на помойку, а потом за 500 баксов ты пытаешься выкрутиться просто. Тратьте все 2000 на то, что действительно имеет значение. На путешествия, и на хорошую еду, и на свою семью, и на детей. Вот в этом случае тратьте все свои калории на те продукты, которые делают тебя здоровее, красивее, умнее, укрепляют твой иммунитет. В этом случае твоя гречка, твой рис и другие там булки, сладости и прочая фигня, оно не делает тебя никаким образом лучше. Вот это суперважный момент, который я очень хочу, чтобы вы держали себя в голове. Вот этот азарт, то, что большая часть людей, к сожалению, не понимают. Они думают, что вот можно есть сколько хочешь, и ты типа не чувствуешь голода, а дальше будь как будет. Вот это, ребята, мимо, не будет как будет. Будет у тебя, скорее всего, не 2000 калорий, а 4000 калорий. Будет очень много лишнего идти в сало, в жир. И, скорее всего, метаболический синдром инсулиновой резистентности. Если не проявлять осознанность и дисциплину. Такую, как я вас прошу проявить, поставив большой палец наверх, ребята, и обязательно подпишавшись. Самый красивый эфир, в принципе, наверное, из возможных. Карлов мост на нем. Мы с вами находимся. На телефон не уронить вниз, потому что внизу вода. Так, здравствуйте, как быть? Болит сильно зуб. Значит, возьмите себе, пожалуйста, протестамол и не мучайтесь. Возьмите протестамол и не мучайтесь. Так, БАДы малоэффективны, без движения. Значит, вы абсолютно правы. БАДы сами по себе ничего не решают. Биологически активные добавки, это круто. Но, что вы с ними хотите сделать, понимаете? Если ничего не получается в плане контроля активности, дисциплины еды, никакие БАДы ничего не решают толком. Все это без толку, абсолютно полностью без толку. Так, уберем ваши вопросы дальше, ребята. Давайте, берите, пожалуйста, пишите ваши вопросы и обязательно подписывайтесь. Спускаемся вниз. Здравствуйте, Алексей. Значит, суставы предпринять. Отдельно ролик на этот есть у нас в счет. Посмотрите, пожалуйста. Раз, если можно голодать, и сколько часов, если на кето хочешь скинуть вес? Раз в две недели, если у вас есть лишний вес. 48 вы можете делать. И, понимаете, длительное голодание, они не так важны, как ежедневная практика ПГ-протокола. То есть, это намного важнее. То есть, ежедневная практика ПГ-протокола, она настолько более важна и настолько более решающая. Если у тебя есть каждый день еда с 18 и там уйма лишнего, это намного более выгодно, чем если ты будешь делать там раз в 2-3 недели или раз в месяц 48, а остальное время и не есть нормально, и ничего не делать в плане активности. Особо, ребята. О, смотрите, электрическая лодка, прикол. Значит, особенно, ребята, там, господи, что я делаю? Я опять на себя приближаю, вам не показываю ни черта то, что я хотел вам показать. Смотрите, извините опять за крупный план моего рта, который вам, чертова матери, не нужен. Забываю иногда переключить камеру и думаю, что вы смотрите уже в ту сторону, а камера на меня смотрит крупным планом. Так вот, фишка в том, что мы с вами, ребята... Так, поехали дальше. Парцетамол очень вреден для всего организма. Вы абсолютно правы, не ешьте его по 20 таблеток в день. Но если вы выпьете парцетамола в месяц 6 таблеток и избавите себя от боли зубной, и дождетесь похода к вашему стоматологу, и не будете лезть на стену от боли, то ничего с вас не отвалится. Парцетамол, я первый, кто делал ролик на предмет того, что он вреден. Парцетамол и ибупрофен и ему подобные препараты. Люди ими злоупотребляют, понимаете, проблема в чем? Смотрите, пражские пороги, и вот смотрите, какая красота. Обалдеть. Люди им злоупотребляют, парцетамолом. Они его едят в день по 15-20 штук, понимаете? И вот это вот беда. Это беда. И тогда почки в первую очередь начинают отваливаться. А когда у тебя в месяц 4 таблетки парцетамола приняты для того, чтобы обезболить тогда, когда действительно нужно, в этом, ну, это обоснованно. То есть он для этого и сделан, чтобы вы не мучились по врачу. Значит, какая доза железа для восполнения дефицита? Вам не нужно железом. Вот вы пишете там 85 миллиграмм. Смотрите. Для каких целей вы берете железо, чтобы восполнить дефицит, чтобы не было у вас анемии, правильно? Но при этом следили ли вы когда-нибудь за непосредственно тем, как усваивается в вашем организме то самое железо? Понимаете, вы пытаетесь его начать принимать, но оно же ничего не решает для вас в плане усваивания. То есть вы берете ваше железо, которое у вас будет вызывать массу побочек, которое толком ничего не решает. И это железо будет вызывать у вас, ну, там, от лопающихся капилляров до запоров. Вам нужно усваивать это железо. И для этого категорически важен PH в вашем желудке. В этом главная фишка. То, что вы начнете пить таблетки с железом, ничего не будет, никакого эффекта. Знаете, сколько было ребят у нас в консультациях, которые... Не просто железо, а капельницы с железом. Понимаете, какая штука. Это единственное, что может этот вопрос решить. Капельницы с железом. Или переливание. Это большая проблема для тех, кто не понимает, что железо должно усваиваться из пищи. И вся главная фишка его усваивания заключается в PH вашего желудка. Ни одна таблетка вам этот вопрос не решит. Обязательно нужно яблочный уксус брать. И первые половины дня с водой. И брать яблочный уксус ваш, значит, уже пищей. Можно добавку брать. Там вот этот, она называется, суперензимы, в которой есть бетаин. Бетаин это непосредственно грунт-лендон и яблочный уксус, который вы можете брать. Он вам поможет лучше усваивать. Это очень важная история, которая просто вам спасет жизнь. Понимаете, вы дождетесь до запущенной анемии, из-за которой можно терять сознание в неположенных местах, в метро, например. И дальше единственное, что помогает, это переливание. И дальше вы делаете переливание, и через какое-то время вам снова нужно делать переливание. То есть у нас нет кровотворной функции своей. Вообще нормальной, нет. И поэтому проблема с этим железодефицитом, запущенная, она должна быть максимально вами понята. Это невозможность усвоить железо в вашем организме для того, чтобы PH слишком высокий. Так, поехали дальше. Значит, кислотность хорошая, значит, суточный PH. Значит, смотрите. Как мы меряем кислотность? Мы меряем кислотность в желудке, если нет рефлюкса. Если усваивается железо, вы съедаете в день 200-300 грамм мяса, у вас нет железодефицита. Но опять, тут еще другая штука. Многие смотрят на показатели железа в анализах и начинают оттуда отталкиваться. О, боже, скорее, быстрее, нужно быстро-быстро-быстро пить железо. Не факт, что оно вам реально нужно. Вы посмотрите, если есть анемия или нет. Вы понимаете, какая штука? Если анемии нет, то вам железо не нужно. Я вам дам такой ближайший пример от Даши. Вот у Даши, у моей супруги, у нее, значит, всегда низкое железо. Всегда низкое железо. Но при этом анемии нет. И вот это главная фишка. Если нет анемии, то железо вам поднимать не нужно. Оно может и не накапливаться. Ух ты, смотрите, прям под нами с вами плывет сейчас бунгало такое. Так. Значит, необязательно, что вам нужно поднимать его. И это обоснован прием железа. Так как не факт, что у вас есть анемия непосредственно. То есть гемоглобин 110, 105 или 90. Да, нужно работать с этим вопросом. Боже мой, людей становится намного больше. И идти становится намного сложнее, ребята. Так, поехали, берем ваши вопросы. Это десерт, я же вам... Только пек и выкладывал рецепты за последние дни. Три рецепта и в инстаграме, и в ютуб комьюнити. Значит, я выкладывал для вас эти пошаговые рецепты. И Даша выкладывает в телеграме. Пожалуйста, посмотрите. Так. Давайте кофеек. Хорошая идея. Пошли искать кофе. Сейчас пойдем искать кофе. Смотрите, просто какая кучность туристов. Вы помните, мы только что с вами были у подножья моста. И там у нас вообще нет никого. А здесь я с вами решил пройтись по самому-самому центру и по самому-самому людному. Здесь прям, ну просто. Мы идем с вами следовать. Собакин. Собакин. Так, беру вопросы, ребята. Пожалуйста, пишите. Спускаемся вниз. Значит, это Европа? Хороший вопрос. Нет, это Лас-Вегас. Значит, поехали. Значит, берем вопросы. Добрый день. Как круто гуляем. Спасибо огромное. Я с вами делаю кардио, ребята. Задача собрать шаги на сегодня. Так, мерзнут руки и ноги. Ну, у нас есть несколько историй. Первая, это вот тема, которую только что мы поднимали с анемией. Значит, мерзнущие руки и ноги, это один из первых показателей того, что анемия у нас с вами развита. Вторая история, это приторможенная щитовидка. И третья история, это кислородный дефицит. Смотрите, как я поднял руку специально, чтобы вам все видно. Значит, здесь кто-то выступает, живая музыка. Вон там, ребята. И мы пытаемся с вами пройти через вот это огромное множество людей. Сейчас сбежим, уже сейчас свернем куда-то. Так вот, дефицит кислорода в крови. Очень большая проблема. Если вы просыпаетесь головной болью, если вы просыпаетесь с кошмарами, если синие пальцы, руки, ног, это говорит о гипоксии. И гипоксия, это очень неприятная история, которую обязательно нужно адресовать. Первое, что ее адресует, это наш с вами хлорофилл и рыбий жир. Ну, хлорофилл по большей части. И хлорофилл поможет вам увеличить количество кислорода. Будет меньше головных болей. И самое прикольное, что за буквально пару дней хлорофилла у тебя начинает лучше работать голова. Ты начинаешь лучше запоминать. Ну, потому что элементарно больше кислорода. Да, понимаете, какая штука. Просто больше кислорода. И чем больше кислорода, тем, соответственно, лучше работает и мышца каждая. Потому что все мышцы потребляют кислород. Мы с вами прошли через это огромное количество людей, ребята, с Карловым мостом. И двигаемся в сторону следующего моста. Сейчас будем давать немножко выше темп. И больше шагов, и больше кардио. Карлов мост за спиной, за плечами. Кардиоэфир, мне кажется, у нас получается замечательный. Идем вдоль набережной. Движение автомобилей, движение трамваев, движение огромного множества туристов. Туристы, ребята. Все делается для вас, чтобы вам было интересно смотреть. Так вот, хлорофилл решает вопрос кислородного дефицита. И это очень мощный инструмент, который вам однозначно улучшит качество вашего здоровья. Так, а не менее на затылке. Вся периферия, смотрите. Что такое периферия? Периферия – это все, что максимально удалено от вашего сердца. То есть ваши руки, ноги, ваши пальцы, голова, затылок ваш туда же входит. То есть вот это сердце и все, что как можно дальше. Это периферия. Естественно, если болит голова и не имеет затылок, это в первую очередь показывает, что нужно поднимать количество кислорода и этот вопрос решать. Так, поехали дальше. В общем, в Чехии разговаривают на русском, в Чехии разговаривают на чешском. Значит, в декабре, где будете отдыхать. У нас за отдых отвечает Дарья. Я, как этот, знаете, мне куда скажут, я туда и еду. Так, туда у нас на Староместскую площадь идет. Мы с вами были, прошлый наш кардиоэфир на Староместской площади, на улице Парижской. Там он просматривается через реку, откуда мы с вами пришли. А мы с вами идем дальше и берем ваши вопросы. Так. Алексей, доброго дня. Паш крови 7,2. Для веса? Да, нормальный абсолютно. Паш крови должен быть нейтральный. И Паш крови желательно всегда контролировать при сдаче. Ну, обычно это идет в развернутый анализ крови. Когда мы видим наши цифры там по всему профилю. Там гемоглобин, гемотокрит, лейкоциты, тромбоциты. Все на свете. Так, смотрите. А вот это вот классическая картина. Ребята, классическая картина. БМВ затаскивают на эвакуатор. Не плевок в огород всех любителей БМВ, но это прям классика. Так, поехали дальше. Спускаемся вниз. Эффективно ли принимать препарат Кальцитриол при хронической печеночной недостаточной? Нет. При хронической печеночной недостаточной смотрите мой ролик. Я рассказываю, что вам нужно. Рост 84, вес стоит 85-86. Ем после 18, очень много нетолстей. Это правильно? Ну, так у вас рост 84 и вес 85. Это же как бы хорошо. Это же как бы хорошие цифры. Понимаете, какая штука? Если вы хотите весить больше, то, скорее всего, вам нужно расширить окно питания. Но для каких целей вы это хотите делать? Если вы будете тренироваться, если вы будете есть ваше 2,5-3, вы будете постепенно, в течение года, плавно повышать вес. Смотрите, это вот кафедра моего университета Карлового. Смотрите, философитская факульта. Здесь вот стрелянину устраивал этот псих. Вот здесь, именно здесь. И долгое время было перекрыто. Здесь было полностью усыпано все цветами. И вот памятник жертвам стрелянины этой воздвигли. А это вот топера. Очень красивое здание. И понимаете, какая штука? Если вы, постепенно тренируясь, имеете небольшой калорийный избыток, вам будет казаться, что ваш вес стоит на месте. А он не стоит на месте. Ваше тело адаптируется. То есть, если там 250-300 калорий у вас будет избыток, вам не нужно много избытка. Вам нужно 250-300 калорий плюсом на фоне тяжелых тренировок. И ваш натуральный гормональный фон, то есть, без использования гормонозаместительной терапии, будет постепенно, понемножку, по чуть-чуть адаптировать ваш организм к наличию нагрузок. Вот это то, что большая часть ребят, они думают, что вес, он увеличивается и растет на фоне тренировок очень медленно, в плане мышечный вес. Мышечный вес очень-очень-очень медленно растет, и адаптация вашего тела к тренировкам проходит годами. Вот так мы назовем, годами. Чтобы как бы не обнадеживать, так сказать, месяцами, да, за месяцы у вас постепенно тоже будет, конечно же, адаптация, но вы не должны, опять же, там, как ребята, я уже там неделю на диете, где мое похудение? Похудение проходит быстрее, да, но в моменте тебе кажется, что вот у тебя целую неделю уже, там, да, отказ от любимых эклеров и печенек, где моя, в конце концов, награда в виде отвеса на весах. И точно так же у тебя идет история с набором килограмм. Ты уже целых там месяц занимаешься и следишь за питанием. Где моя награда на весах? Или там, что еще лучше, в отражении в зеркале, где там моя мощная грудь и большие бицепсы по 44 сантиметра? Для этого нужно время. Поэтому не старайтесь сильно опережать события. Значит, смотрите, здесь я когда-то снимал для вас ролик на мотоцикле прямо вот отсюда, с этого моста. Тут не было никого. Это было самое начало, значит, локдауна. И я вот здесь останавливался и говорил, ребята, смотрите видео. Мы с вами будем проходить, укреплять иммунитет. Будем вместе каждый день бороться. И вы послушали, вы подписались, вы укрепляли иммунитет. И в ковид мы росли просто сумасшедшими темпами. Мы, слава богу, продолжаем расти сумасшедшими темпами. А здесь наша, смотрите, река. И туры на лодочках. И вот мост, с которого мы только что с вами пришли. Видите, на той стороне безумное количество туристов. Ух ты, надо же. Смотрите, он еще умеет приближать. Смотрите. Надо же. Видите, какое количество? Просто как муравьи, просто как муравьи народ. Громно. Мы сейчас с вами только что там ходили, ребята. Только что мы с вами там ходили. А вот здесь, слева, наш один из любимых Решей Христа. Рано очень нам это нравится. Она, значит, Карлов мост. И камера трясется так, как будто у меня iPhone 4 без стабилизации, без единая. Вообще, ребята, еще раз извиняюсь за то, что трясет. Это YouTube не стабилизирует. У меня 15 Pro Max, на терабайт телефон, на максималках вообще все же делается, чтобы вам делать хороший, качественный контент. А он продолжает трястись, собака. Но это вот потому, что еще раз, там YouTube, он отключает стабилизацию на всех камерах. На передней, на задней. Везде отключает стабилизацию. Во время трансляции. Соответственно, когда вы смотрите ваш эфир или в записи, или вживую, оно чуть может дергаться. Хотя, еще раз, я стараюсь максимально, руками, насколько возможно, меньше трясти, но это невозможно. Так, давай еще ваши вопросы дальше берем. Так, макета веса упали в жиме со 100 до 70. Демотивирует. Ваше мнение. Смотрите, что вы хотите получить в конечном результате. Вот какие у нас стоят задачи. Давайте смотреть так. Вот представьте себе, да, там, вам, я не знаю. Ну, возьмем меня, например, да, возьмем меня. Чисто ради вот, как бы, простой пропорции, простого такого примера. С видом на замок я вам сейчас дам такой пример. Вот смотрите, какая штука, да. Я могу присесть 160 килограмм на кето, да, на спине, и там пожать. И вопрос такой, решает ли это что-то в вашей жизни? Или не решает это что-то в вашей жизни? Если я могу пожать, но я затем помираю от инсульта в 40, через 2 года, да, вот представьте, да, мне там 38 лет. Я в 40 лет умираю от инсульта, но зато я могу пожать к 40, например, там, 250 от груди. Или я продолжаю заниматься натуральным спортом, не лезу на гормоны. И, например, я даже не буду жать там 140, я буду жать 70, но это будет моя гарантия, то, что я буду долго жить, иметь здоровое сердце и прочие все остальные моменты. Вот о чем конкретно мы с вами говорим? Вы участвуете в соревнованиях по пауэрлифтингу? Или у вас эго-лифтинг? А у вас, я вам сразу скажу, эго-лифтинг. Ваша задача поднять как можно тяжелее. А тут же задача не поднять как можно тяжелее. Тут же задача, ну, сделать 15-20 повторений в подходе. И таких должно быть 5. И в вашей тренировке должно быть 4-5 разных. Ну, вот я вам дам свой пример. Моего, моей предыдущей тренировки. Я сделал 5 подходов по 20 повторений в жиме лежа. Я сделал 5 подходов по 20 повторений в разгибаниях на трицепс. Я сделал 5 подходов по 20 повторений в скручении на бицепс. И 5 подходов по 20 повторений в жимах над головой, на плечи, в смите. и если бы я делал например жим лежа не 5 подходов по 20 повторений я делал небольшим весом это был смит который ничего не весит из каждой стороны блин по 20 килограмм сейчас я чувствую крепатуру чувствую боль чувствую что мы шикарно отработали и вообще замечательно и хорошая форма мышцы и также я могу пожать например если вообще на максималках на раз там я не знаю 150 может быть получится может 160 на 1 делает это 150 160 меня здоровее нет вам нужны повторы понимаете и я лучше буду жать как красиво божечки ты мой тут парк мы с вами идем в сторону карлова моста я лучше буду жать 70 как вы или 50 меньше чем мы зато будет памп хороший ведь задача в зале памп иметь чтобы мышца накачалась кровью чтобы сердечко ваше прокачать понимаете чтобы тонус мышечный был чтобы опорным двигателем на им был крепкий мы не играем с вами в его лифтинг это очень важно вы когда пытаетесь поднять как можно больше для каких целей чтобы пацаны сказали о красавчик круто или вы хотите жить очень долго и вы хотите быть здоровым человеком вот не забывайте пожалуйста об этой истории пускай вы будете жать там 20 килограмм или приседать 15 все равно вообще вообще все равно просто что вам нужно сделать это проконтролировать максимально внутреннюю составляющую таракана в голове что вот если вы там не пожали не пристили не потянули зачем вам с плохой техникой становая тяга там не знаю сколько вы делаете становую тягу я могу сделать становую тягу на 1 220 но он ничего не дает лучше сделать 120 но 5 подходов по 20 повторений и она будет прокачивать ваши мышцы давать вам памп шикарный это прям очень 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 важно повторение нужны повторение еще раз повторение поехали дальше морщины вы можете подтягивать через во-первых ежедневную практику того чем мы с вами делимся то есть это ваши гормоны роста стволовые клетки и аутофагия то есть это три главных инструмента которые на вашу пользу будут трудиться на ваше омоложение регенерацию восстановление заживления ваши аутофагия которые стартуют и работает по использованию в энергию не незаменимых клеточных структур через 12 часов после пробуждения то есть вы встали в 6 утра и после 18 если вы идите вы уже включаете аутофагия дальше значит ваша история с регулярными раз в 2-3 недели там 48 часиков голода которые дают вам стимуляцию стволовых клеток мощную которые ваш опорно-двигательный просто потрясающий опять же тоже по коже и вот это главные инструменты кстати знаете сейчас идешь так вдоль стены а я вышел специально с вами место где то такой непримечательный вход а здесь парк просто потрясающий с павлинами передать словами тоже невозможно красоту этого места смотрите какая красота и здесь старинные деревья по-настоящему старинные я изучал историю этого места ребята это просто здесь помладше есть деревья которым 250 лет там в глубине парка вниз стянуты такими смотрите история этого парка да просто потрясающе 1689 год все новостройка посмотрите на эту красоту сейчас постараюсь показать ребята видите как это было в старину здесь не реально круто посмотрите на эту иву как вы думаете сколько и лет этот гигантский размер просто этой ивы сейчас постараемся расширить вот так попала в кадр огромная там пруд это вот реально дремучая старая ива как вообще как гарри поттере просто как гарри поттере так чтобы понизить гемоглобин ваша задача первую очередь разжижать кровь пить достаточное количество воды и бороться за как минимум 2 грамма омега-3 в день то есть это 10 грамм рыбьего жира как минимум 2 грамма омега-3 это 10 грамм рыбьего жира о яблонька какая красавица так помимо электролитов и соляной воды как избавиться от экстрасистолии ну электролиты это большущая задача то есть вы я не знаю насколько вы ответственно подходите к вопросу электролитов то звук появился то я не туда тыкаю ребята исказа есть кнопка отключения звука поехали дальше как понизить так здесь уже было здравствуйте аденому представлена железы значит боли уменьшение почки врачи говорят операцию нам аденому значит ну стал 17 но отлично что он это делает это уже огромная польза и я вас очень попрошу пожалуйста посмотрите у меня есть видео о раке я не говорю что у него рак я говорю что ему нужно обязательно вот по ролику твоя страховка от рака это видео называется пожалуйста посмотрите ему нужна как раз вот эта аутофагия понимаете нужна аутофагия просто как воздух вообще это единственное его оружие сейчас которая есть плюс с почками ролик пожалуйста посмотрите ролик с почками это им очень мочевая кислота и пурины и видео с поджелудочной обязательно посмотреть то есть она все идет комплексом она не вырвана из контекста он может себя вырвать из лап неминуемой беды и необходимости делать вот этого я просто не знаю терминальность этой стадии сейчас у него но спастись от операции если сейчас максимально агрессивно включать все эти инструменты и просто можно теоретически как бы можно избежать операции в зависимости от ургентности и необходимости и того к насколько сильно он себя запустил так спускаемся вниз холестерин вы чистите только вычищая вашу печень и вы запоминаете одну самую важную переменную что холестерин производится вашим организмом самостоятельно всегда когда мы делаем тест на липидный профиль и на холестерин мы 90 процентов индексируем холестерин ухты бейкшоп мы с вами прошлый раз там брали кофе сейчас пойдем попробуем взять кофе мы видим сами 90 процентов холестерина который произведен печенью 10 процентов пищевой холестерин и если вас вопросы с этим холестерином то вопрос всегда стоит с жировой гепатозной печенкой не в тем что вы едите большие яиц или бекона или красного мяса не с этими продуктами связана ваша проблемная липидная картина вообще у меня есть ролик отдельный на этот предмет который я надеюсь вы посмотрите боже посмотрите какая красота просто в окошке он женщина сидит вышивает эти деревья он она как работает ухты классно так кому с вами сейчас в окошке возьмем вот здесь добрый день а мужа спросить дабыл прессу предложение руководовую карту просим вас заплатим так здесь есть смотрите какие ой ореховый калач и ворубковый калач и печеньки в виде возьмите к просим вас и нам буду мы можем воду чему докалим купчера дикой вам так ждем наш кофе берем дальше ваши вопросы ребята давайте поехали поехали дальше не было звука помимо электролитов соленой воды как избавиться витамин е 400 вы берете каждый день и задача собрать грамм магния четыре с половиной грамма калия и грамм натрия то есть это не просто так и там вопросов с электролитами нет поэтому все круто вы точно собираете ваши достаточные объемы ваших электролитов это ну сложно и важно и так остро смотрите на часах у нас карточка загорелась сейчас будем платить фильм эфир сохранится то интересно у меня периодически зависает значит конечно каждый эфир сохраняется последние восемь лет каждый эфир статьи в пожарку в пожарку и остачи карто просим вас наш кофе так это пожарку супер так ребята на режим из мы попали в сами в толпу туристов попали с вами в толпу туристов чик так бейк-шоп сзади кофе кстати повезло мы с вами взяли точным точно в том же месте где прошлый раз значит кстати по поводу парковки ребята спрашивали вот так смотрите прага 1 разрешена парковка для тех кто прописан или имеет бизнес и здесь регистрацию или для тех у кого электроавтомобиль пока еще это канает вон там видеть теста стоит я свою теслу тоже запарковал на синем под синяя полоса для гостей ареала ну то есть этой зоны белая полоса но на белой стать нереально на синий стать реальней но синие сразу штраф если у тебя нет местной регистрации или вот как здесь желтая полоса видите родители рядом с грузовиком поэтому на желтой остановился и он сразу же сейчас и уедет это сразу будут утаскивать а вот синяя это вот ездит машина такая которая сканирует номера и она приступать и посылает потом по почте большой привет в виде штрафа мне кстати на днях в пол десятого вечера полицейские домой приехали пан алексей ворон я говорю да здравствуйте это просто потрясающе к вам здесь письмо я говорю как хорошо чтобы в полдесятого я говорю обычно эти письма почтальон приносит и тут значит письмо ребята австрийская полиция решила меня очень найти австрийская полиция решила мне найти через чешскую полицию что они еще в 2022 году отправили мне за отсутствие марки на проезд в по шоссе решили отправить мне штраф и этот штраф не нашел меня и вернулся к ним и получается потом его исправили еще раз он снова меня не нашел и поэтому где нашла криминальная полиция которая это звучит просто жутко полдесятого тебе звонят в дверь здравствуйте алексей ворон это криминальная полиция игры здрасте чем обязана они такие вам письмо я говорю спасибо да не очень приятная такая история 300 евро ребята штраф от австрийцев приехал с 2022 года получается у меня искал он был 70 евро потом умножился 140 евро потом умножился 200 евро 300 евро потому что я его не платил ну потому что я блин не получал письмо а теперь я получил письмо и должен за то что я проехал по шоссе в двадцать втором году блин без этой марки заплатить 300 евро при условии что у них были правила для электромашин проезд бесплатный но оказывается проезд бесплатный не по всем значит не значит не по всем магистралям только по выбранным магистралям а я же как бы ну я знаю что проезд платный то есть я же как бы ну не дурачка и там не пытаюсь никого обмануть не проблема купить за 40 евро эту марку на год вообще не проблема но я заехал здрасте мне вот марку они такие ой не надо марку не надо не надо все у вас тест типа эксплатно оказаться те шоссе по которых я в тироли езжу некоторые не требуют марку это не требует полицейский это требует просто ну как бы камера тебя сфоткала и большой привет 300 евро класс значит нет времени на спорт вы понимаете какая штука мы тоже нет времени на спорт но я же как-то занимаюсь и у вас тоже может быть время на спорт или рано утром или поздно вечером просто посчитайте какое количество времени вы проводите в инстаграме или вечером когда вы заканчиваете работу приходите домой отдыхаете какое количество времени вы бы могли дома даже это бесит я это очень хорошо понимаю это страшно бесит когда тебе говорят нужно найти время а ты этого времени вроде бы как не имеешь это знаете как тебе нужно найти время чтобы мы смотрите какая права известная тема ухты дари девчонки фоткают свои рогалики смотрите как они делают красиво вон они там на них как делают и фаршируют их сейчас я попробую приблизить смотрите сейчас вон там утра галик значит они эти фаршируют сливками сгущенкой нутеллой сверху поливают вот так вот у тебя получается не ну запах обалденный вопросов нет запах обалденный вопросов нет я здесь со своим кофе стою значит на пг-протоколе ребята класс понимаете так как вот у меня нет денег на то мне не знаю там членство зал оплатить но при этом ты если посчитаешь какое количество денег ты тратишь в месяц на херню на всякую типа там лизнись всякий разный так смотрите какая красота какая красота в эту сторону мы возвращаемся с вами к машине здесь наш карлов мост которого мы начинали нашу пешеходную экскурсию прошли через карлов мост и наш кофе и денег реалистически достаточно и времени достаточно главное желание найти его но это настолько приторно и настолько у ну как бы настолько банально если появляется какое-то у вас хобби вы на него найдете время и деньги на эти люди кон я меня нет времени на зал и членство на зал но их начинают там увлекать например paintball и они находят и время и деньги чтобы купить и экипировку ездить играть paintball все дело в приоритетах понимаете какая штука иммунная система ваша работает отталкиваясь от двух факторов первый фактор насколько вы лезете к ней на рожон в плане воспалительные процессы которые вы запускаете через пищу большая часть людей запускают воспалительные процессы через пищу такие как аутоиммунные такие как на фоне высокого инсулина постоянно лейкоциты повышенной стоя повышенной дальше у нас с вами когда доходит до дела а до дела это как доходит когда доходит до дела когда тебя нужно защищать когда грипп или еще какая-нибудь дичь и вот когда грипп или еще какая-нибудь дичь например макдональдс вот ты съедаешь отсюда и вот так меню у тебя выходит на но сейчас привалить отдалить меню тебя выходит ребята любое сейчас мы с вами пойдем посмотрим биктейсты меню вот сейчас вот и заходишь так смотрите какая штука он куча автоматов у тебя значит так вот и заходишь открываешь на английском чешчина english украинска можем украинскую in english или в чешском да давайте вот здесь например и вот смотрите вот откроем мак меню давай мак меню откроем и вот смотрите возьмем классический big mac меню вот здесь смотрите маленькие и большое вот большой со средней с большой картошкой и с вот этим вот майонезом и кола если вы возьмете безо льда колу внимательно с пометкой безо льда уау пирожок кстати я не вчитывал в это во всем смотрите можно еще пирожек смотрите бла 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 пирожок позже 237 крон ребята go to summary смотрите чизбургер а нет нет так нет не нужно ничего добавлять ничего никому не буду подождите вот big mac меню показать детали показать детали показать блин детали вот смотрите big mac меню кола безо льда большая картошка и пирожок вот это суммарно вместе 1600 калорий которые залетят просто за пять минут и в них вы получите 65 процентов калорий из углеводов понимаете это призывает что кола без без господи без сахара 65 процентов углеводы это чистые углеводы это чистые углеводы вашем бургере только мясо это жиры и белки немножечко сыра который полусыр полупластик все и булки тоже все чистые углеводы 65 процентов отсюда как минимум придется на ваши углеводы понимаете и в этом главная фишка вот эти углеводы они очень быстро усваиваются и когда они быстро усваиваются они дают сильный всплеск инсулина когда они дают сильный всплеск инсулина дальше куда-то эти калории которые практически моментально были усвоены нужно деть а куда их деть в энергию не пойдет потому что вы расходу эти в лучшем случае 500 калорий в час на базовый метаболизм даже если вы поедите будете бежать вы быстро расходовать 750 калорий в час ну то есть некуда их девать понимаете какая штука все идет в сало или в унитаз и высокий гликемический индекс и большой объем инсулина естественно вашу иммунную систему ну приводит в состояние возбуждения скажем так и вот так если ты делаешь пару раз в день каждый день то дальше у тебя на этом фоне иммунная система толком не работает за на постоянно возбуждает а когда мы видим аутоиммунные заболевания отклонения которые огромного количества людей гигантского количества людей аутоиммунки почему аутоиммунки у гигантского количества людей потому что нет культуры питания вы видите эти рогалики эти мак-меню вот это все она очень соблазняет тебя окружает по большей части углеводистый какой-то коллапс постоянно углеводистый коллапс и она тебя очень сильно совращает она тебя очень сильно выворачивает наизнанку хочется жрать постоянно это все мероприятие видите сколько толстых людей нас окружают лучше люди плохие а потому что эмоция каждый человек практически понимаете вот я сейчас вот если начать смотреть по сторонам да вот видите что рядят там папа сына папа торчит живот огромный каждый из людей которых практически ты видишь на улице вот пожалуйста люди стоят понимаете вот у нее явно метаболический синдром мы все равно продолжаем есть рогали к сахаром вот мальчик стоит практически все но вот так вот один к одному идет и дальше мы не понимаем откуда рак откуда слабая иммунная система ты не даешь возможность организму оправиться и от воспалений через высокий инсулин постоянно это называется метаболический синдром и ты недополучаешь нутриентов то есть ты считаешь какую-то херню вот такую тебя воспалительные процессы в кишечнике идут как вы думаете реагирует кишечник на порцию картошки free которые вы получаете из макдональдса хреново как воспалительные идут дальше процессы вашего кишечника и я вы просто не понимаете какое количество диагностики провожу у людей у которых срк синдром раздраженного кишечника которые едят вроде даже домашнюю понимаете там еду фишка в том что некачественные жиры некачественные масла да ну та же картошка она жарится не в оливковом масле а в рапсовом и она является провоспалительным и иммунная система не очень хорошо это все спрямо а кишечник еще хуже это все воспринимать и дальше у тебя естественно не усваивается витамин c не усваивается витамин т не усваивается большая часть минералов тот же цинк она просто все мимо вообще и потом такой вопрос блин а почему там я болею по стену почему соль сопли слюни прочее все вот эта вот история да просто потому что ты изначально пользуешься неправильно этим всем мероприятиям и очень много соблазнов и вас окружают соблазны и вы все время в этих соблазнах варитесь и все время у нас с вами понимаете проблемы видите все мужчины с лишним весом все мужчины с лишним весом большая часть женщин ты идешь сейчас по улице опять же не поймите неправильно не будет шейминг какой-то еще какая-то это диагностика просто диагностика вот ты смотришь у всех куртки торчат и под ними животы торчат почему ну потому что вкусно потому что классно а потом рак там вся эта история с лишним весом она тебя просто не отпустит же понимаешь просто так не отпустит просто так так поехали дальше медикаментозный так мази с цинком берите если у вас сыпь с раздражением мази с цинком пожалуйста так почему везде продают углеводы и сахар нас это вкусно и потому что вы не будете идти в кафе где вам не продадут углеводов и сахара это первую очередь смерть для бизнеса вы представьте себе мы с вами откроем кафе в котором будут подавать только например да там кусочек мяса и салат не будет ни хлеба не будет ни десертов не будет ни сахара не будет ни меда ничего черный кофе вода кусок мяса и салат далеко мы уедем с вами на таком большая часть людей не готова и не хочет действовать о чем мы говорим есть родственники ближайшие я это делаю уже 10 лет спасаем миллионы людей по всему миру 4 миллиона в ютюбе и 1 и 9 уже миллиона я как 2 миллиона тюкнет в инстаграме сделать скриншот выложу story 2 миллиона скоро будет просмотров в инстаграме и 4 миллиона в ютюбе смотрит людей а у меня некоторые родственники мои ближайшие не воспринимают советы которыми я делюсь потому что это блин бесит понимаете когда у тебя там нет силы воли нет дисциплины единственное что я развлекаю это еда или алкоголь или сигареты если ты хочешь чтобы тебя развлекало закаливание тренировки инвестиция в твое будущее через применение дисциплины даже в малых вещах и развитие этого потенциала нужно каждый день над этим херачить понимаете это сложно для этого нужна дисциплина и получать удовольствие от того что ты результат получаешь спустя полгода ну это еще одна история с умножением на что ты сейчас делаешь то что не хочется смысле о том что в чем там когда-то что-то где-то в тебя против проинвестируют сложно это вознаграждение со срочкой очень мало кто этого любит делать я мог должен сейчас пройти мимо макдональдса хотя мне очень хочется и потом пойти сейчас потренировать ноги после эфира кардио который мне не хочется делать и ноги не хочется делать и потом при только прийти домой сделать кусочек мяса у меня из дома лежит ребай стейк я уже посолил досталось холодильника он доходит до комнатной температуры я приду и дома и пожар его после тренировки съем это не так возбуждает фантазию как часто херачится биг тесте меню понимаете какая штука но зато ты получаешь результат хорошую форму тела длительность качество полноценность жизни да у тебя нет метаболического синдрома у тебя нет инсулиновой резидентности я слежу за своими анализами я знаю я вижу какие анализы у ребят которые наш курс проходят и миллионы тех кто слушают советы по всему миру просто спасают себя из лап вот это вот все мероприятие в этом нет денег понимаете здесь одна задача оплати дисциплины я этому да учу в моем курсе образовательном по гомарафон который каждый месяц берет группу 50 человек вас ютюбе 4 миллиона в инстаграме 1 и 9 уже смотрит а я лично могу коснуться 50 человек и миллионы вас кто смотрит делают все самостоятельно понимаете какая штука если у вас есть желание присоединяться к нам милости прошу в ютюбе под роликом инструкции в instagram первый пост на 10 ноября где уже лично консультирую трехнедельный курс но это сотая доля процента большая часть из вас смотрит и действует самостоятельно пожалуйста ребята ваше домашнее задание алексей ворон периодическое оговорение для чайников ролик который вы смотрите пожалуйста подписывайтесь пожалуйста инвестируйте пожалуйста боритесь сегодня прекрасный прямой эфир масса пешеходной активности мы с вами начали наш прямой эфир не было сколько там 9000 шагов а сейчас мы с вами перевернем и посмотрим какое количество шагов мы с вами да не подождите 9 было или 8 сколько было тысяч но на данном этапе суммарно я уже собрал смотрите 780 калорий потрачено пройден пешком 10 с половиной километров 2 часа 32 минуты за сегодня это то что пешком и это еще далеко не финал ребята я вас обнимаю всем крепкого здоровья я поехал в зал жду вас завтра прямом эфире завтра тоже постараемся сделать кардио эфир закрыть как можно больше вопросов коснуться как можно больше сердец про мотивировать как можно больше душ и зарядиться как можно большим количеством информации знаний на годы вперед спасибо чемпионы мои горжусь вами пока пока